Национальный календарь прививок, который действует в нашей стране, включает защиту от 12 инфекций. Кроме того, есть и прививки по эпид-показаниям, например, против гриппа и ковида. Самые первые прививки из национального календаря малышу делают в роддоме, против туберкулеза и гепатита B. Любые медицинские манипуляции, маникюр, педикюр, лечение зубов, лекут за собой риск заражения гепатитом. А по туберкулезу наша страна считается неблагополучной, причем болеют им не только маргиналы. Далее в два месяца делают против пневмокока. Это все отит, менингиты, пневмонии. Ну не все там, но это один из главных возбудителей этих заболеваний. И, как мы говорим, что вакцинация – это первичная профилактика. Нужно делать прививку до встречи с возбудителем. А встречаемся мы с ними уже при социализации. Это детские площадки, детские сады, школы. В три месяца идет иммунизация против дифтерии столбняка, коклюша, полиомелита. В этом возрасте организм малыша готов к тому, чтобы выработать иммунитет на эти вакцины. С трех месяцев идет вакцинация против гемофильной палочки типа «Б». Какие-то курсы состоят из двух доз препарата, какие-то из трех и так далее. В год детям делают прививку от кори краснухи и паротита. Краснуха. Краснуха, мы понимаем, что это опасно для беременных женщин. Это основное. Поэтому, если брать молодую женщину, да и мужчину, в принципе, планирующие детей, то надо убедиться, что привиты от краснухи. Потому что это тяжелые пороки, несовместимые жизненные выкидыши. Несмотря на всю просветительскую работу, которую ведут медики, объясняя пользу прививок, существуют и так называемые антипрививочники. Это движение зародилось еще со времен изобретения вакцины против ОСПА, которая спасла миллионы жизней. Со многими болезнями дети антипрививочников, возможно, не встретятся благодаря коллективному иммунитету. Но вот от столбняка застрахованы только привитые. Любая царапина, ранение, травма – это высокий риск того, что можно заболеть столбняком. При заболевании столбняком летальность при современном лечении составляет 17-25%. Выше смертность только у бешенства и легочной чумы. Часто от антипрививочников можно услышать в качестве аргумента, что прививки несут в себе живой вирус, которым можно заболеть. Кроме того, распространено мнение, что от вакцинации ребенок получает серьезное осложнение. Недавно у меня был случай. Сделала ребенку две вакцины. На вторую вакцину мать была не очень настроена, так как она считала, что первый ребенок ее тяжело перенес. Ночью 40, скорая, в приемник анализ дают. Она вызывает на следующий день, я прихожу, смотрю ребенка, говорю, ну да, чуть красное горло, там барабаны перегонки розовые. Но я говорю, надо смотреть динамику, потому что, возможно, это вакцинальная реакция, а может быть, это ОРЗ. Но потом пришел положительный тест на ковид. По данным ВОЗ, каждый год прививки предотвращают до 3 миллионов смертельных случаев только от дифтерии, столбняка, коклюши, кори, свинки и краснухи. Вакцинация сократила смертность от кори во всем мире на 84% за период с 2000 года. Некоторые инфекции и вовсе удалось искоренить. Например, смертельно опасную натуральную оспу. Ну, знаете, когда вот что-то случается, а мы не знали, а нам не рассказывали. Вот есть ребенок, опять же, в городе против перенесенной гемофильной инфекции с тугоухостью, коклеарным имплантом. Есть ребенок с сахарным диабетом, после гриппа, тяжело перенесенного, в полтора года. Я не спорю, у него могло начаться сахарный диабет, это любой инфекция. Но это могло быть и позднее. Все-таки в полтора года. Это очень тяжело.